Привет! Сегодня мы познакомимся с инструментом для коллективного планирования дел. Папирус. Программа может намного больше, чем обычный список задач, и потому для начала я устрою небольшую демонстрацию. На всех этих гаджетах стоит папирус с разными учетными записями. Я со своего айфон создаю новую задачу. Назову ее оригинально, тест. Так как я допустим начальник, задачу я переложу на подчиненного Женю. Теперь он за нее отвечает, а я контролирую ее выполнение. Задача тест естественно важная. Делаю отметку срочно. Окончательно усложню жизнь исполнителю Жене необходимостью согласовать выполнение задачи с Томой. Такс, задачу сочинил и нажал сохранить. Она отправилась на сервер папируса, и теперь Женя, его учетка на iPad, отправляется уведомление о срочной задаче, поставленной мною. Свайпом по уведомлению посмотрим описание задачи. А у Томы в папирусе появилось новое дело – утвердить, отклонить или прокомментировать задание Жени. И это лишь один из возможных сценариев использования папируса. Давайте теперь познакомимся поближе с самой программой. Главный список и по совместительству первое окно – входящие. Сюда попадают новые задачи. Слева скрывается панель с разделами. Часть из них нужна для сортировки задач по времени исполнения. Как-то сегодня, следующие, запланированные и когда-нибудь. Вкладки от меня последние и все задачи – это автоматические фильтры. Объявление – отдельный вид задач для быстрого оповещения участников вашей системы. Контакты в папирусе – это исполнители и соисполнители задач вашей организации. Новых можно добавить из программы по электронной почте. Проекты или многоэтапные задачи. Папирус предлагает немало важных для коллективного выполнения проекта опций. Названием и описанием я вас не удивлю. Это базис, но вот уровнем допуска участников к стадиям проекта, а также списком допущенных лиц, наверное, смогу. Папирус разделяет руководителей, участников, ответственных и тех, с кем согласовываются задачи в проекте. Также можно определить права по созданию и закрытию задач. Вернемся во вкладку «Входящие» и посмотрим доступные инструменты. Есть два фильтра – по сроку выполнения и проекта, а также доступная почти всегда и везде. Нет, не это. Кнопка плюсик. Создание новой задачи. В общих чертах с процессом мы знакомы, так что расскажу только об одном важном моменте. К задаче можно добавлять файлы. В случае с приложением для iOS есть возможность прикрепить фото или любой файл из облачных хранилищ Google Drive и BoxNet. Поставленная задача содержит немало сведений. Помимо введенной вам информации, в этом окне ведется лог событий и список комментариев участников. Вот как раз один от исполнителя Жени. Будет исполнено. Обожаю такой настрой. Задачу можно комментировать самому, передать ее другому исполнителю, экспортировать в календарь iOS и закрыть. Возможности у Папируса и правда очень обширны и все в короткое видео не уместишь. Это вам не мануал. Но, надеюсь, общее представление вам составить удалось. Недолгое тестирование показало хорошую стабильность, быструю работу и общую пригодность этого бизнес-инструмента. Я вот обзавелся новой классной привычкой раскидывать задания по коллегам и высвобождать часик другой рабочего времени на медитацию и кормление золотых рыбок.